Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, доброе утро, добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И в нашей студии председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир И председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Доброе утро Сразу все-таки давайте сакцентируемся на вопрос Потому что обычно всегда получается, что как-то раскачиваются слушатели ближе к концу программы И мы не успеваем уже ответить, принять даже вопросы А в начале, вот лучше это все успеть сделать в начале программы Вы можете звонить 67212-939-67213-939 Или написать ваш вопрос, Сергей Сидорко, прислать смс-ку по номеру телефона 230-6191 Мы сразу увидим, получим его в WhatsApp и сможем на него ответить Ну а пока, наверное, поговорим на очень такую актуальную тему Как банковский кризис повлиял на работу Дома управления, насколько вот осложняется их работа, учитывая, что деньги накопления жильцов хранятся на счетах в банках И тут могут, я понимаю, происходить и происходят уже какие-то не очень приятные часто вещи Ну это очень ярко вскрылось в связи с кризисом с закрытием ПНБ банка Где у самого крупного Рижского Дома управления застряла изрядная сумма денег И тут трудно что-то комментировать, но на самом деле эта ситуация первый раз наглядно показала, насколько рискованным является вообще платежи через Дома управления Я хочу подчеркнуть, это не вина и не достоинство Дома управления Закон нас обязывает быть своего рода определенным расчетно-кассовым центром То есть мы получаем счета от Рига Силтенс, от Рига Суденс, от других поставщиков услуг, необходимых для содержания жилого дома, вывоза мусора, электричества, газа и так далее Масса поставщиков и масса всяких Мы должны распределить эти счета между населением, мы должны инкассировать деньги и после этого эти деньги перечислить на счета тех, кто оказал услуги Причем ситуация такая, мы являемся действительно в отношении этих платежей расчетно-кассовым центром То есть мы сами не производим эти услуги и мы никаких денег при реализации этих услуг не получаем Наш бизнес немножко в другом, наше дело немножко в другом И население платит за то, что мы именно производим эту расчетно-кассовую работу То есть мы за распределение счетов, за инкассацию, вот именно за те расходы, которые с этим связаны, нам платятся в виде платы за обслуживание Фактически это не наши деньги, мы никаким образом их не касаемся, они просто проходят через наши счета И вот ситуация с Рига с нам Парлодникс показала, что раз банк накрылся в один момент И 6 миллионов вот этих вот расчетно-кассовых денег, они застряли А что это означает? То есть получается, что... Понимаете, вот тут и начинается вопрос, а что это означает? С одной стороны, с точки зрения закона и по управлению жилыми домами работы с потребителями, с собственниками квартир, это не мои деньги А с точки зрения общего финансового оборота, это деньги предприятия, которые находятся на его счетах Плюс к этому еще нужно добавить, что мы опять-таки в силу требований закона При наличии решения дома должны аккумулировать на своих счетах так называемые накопительные фонды То есть деньги на будущий ремонт, которые люди резервируют и они в качестве будущих трат, для погашения будущих трат платят нам А мы тоже держим на своих счетах Ну потому что если случится что-то, то тогда не будет времени бегать по каждой квартире, собирать это все по копеечке То есть это должно быть... Ну совершенно верно, потому что, допустим, я приведу самый простой пример, от которого не может избежать ни один дом Просто там момент наступает раньше или позже, но сейчас в каждом доме стоит тепловой узел И в котором есть сложные дорогостоящие оборудования Это срок службы этого оборудования от 4 до 6 лет Иногда может быть 7, иногда может быть 3 И предсказать, когда выйдет какой-либо элемент невозможно А цена его от полутора до двух тысяч И если это происходит в разгар отопительного сезона, ну где же ты будешь бегать искать что-то Или ждать, пока кто-то соберет и кто на что-то вешает, нужно действовать немедленно Поэтому домоуправление по закону собирает не свои деньги, а аккумулирует на своих счетах И в законодательстве, я насколько понимаю, поскольку у РНП, по всей видимости, возникли сложности То законодательство никаким образом это не предусматривает Это деньги получаются так, что если ты Домоуправление и у тебя на счету находятся вот таких вот денег Больше 100 тысяч, то в этом случае Очень высок риск того, что эти деньги сгорят Вместе с банком А позиция наших финансовых регуляторов, ну она немножко меня даже так Шокирует, ну да, вот сейчас недавно представительница Соответственно, из этих структур, говорит, да, мы наблюдаем за шестью банками Которые находятся в зоне риска И вообще в Латвии слишком много банков У меня тогда возникает вопрос, собственно говоря, где нам держать деньги? Ну вот, кстати, тут сразу пришел и вопрос от слушателя Может быть целесообразнее все услуги платить напрямую поставщикам услуг И обязать их принимать платежи от каждой квартиры? В законе такая возможность прописана, но издевательским способом Я не могу сказать, просто издевательским способом То есть это как свободная услуга Да, вы можете на собрание домов собраться и постановить О том, что вы будете рассчитываться напрямую В законе об управлении жилыми домами такая возможность предусмотрена Была также этим законом предусмотрена обязанность поставщиков услуг Сообщить, сколько стоит услуга индивидуального получения счета Вы по каждой позиции получите плюс 3,5 евро То есть поставщики услуг очень быстро Ирига Силтамс, Ирига Соденс И те, кто занимаются мусором, очень быстро среагировали на эту ситуацию И выставили такой счет Прискурант такой, да Да, прискурант, что вы этим делать не будете Причем они говорят так, что ну нам сложно На самом деле, если бы в законе было прописано Что да, и только так То это была бы обязательная услуга И в этом случае эти бы деньги, которые требуют вот эти поставщики услуг Они были бы затраты согласованы со соответствующими службами И тарифными регуляторами и так далее И там бы сразу эти цены бы упали В конце концов, почему Теледва там допустим за инкассацию И учет достаточно гораздо более сложный Чем это было бы для Рига Силтамс Берет 2 копейки, а здесь 3,50 То есть поставщики услуг намерены Они не хотят этого Но я их совершенно спокойно прекрасно понимаю Потому что если существует дом, который получает Например, ну вот услугу отопления То здесь возникает масса То есть дом рассматривается как Вот именно дом рассматривается как единица Потому что вот на входе существует вот какой-то параметр Сколько было отдано тепла И оно распределяется уже дальше там с учетом потерь тепла То есть между всеми квартирами Кто это будет делать? То есть если каждая квартира будет решать Ну, видите, я, Олег, отвечу вам так На самом деле тут искусства большого нет Тут никакого искусства нет Есть правила Кабинета Министров за номером 524 Где расписано, как рассчитывать тепло И эти все алгоритмы, они легко автоматизируются И да, это на первом этапе Когда вот происходит такое перенятие То в этом случае там происходит определенный неудобство Эту базу данных нужно создать Эти алгоритмы, там все-таки достаточно много вариантов расчета Эти алгоритмы нужно создать и запустить Но это не более чем внедрение еще одной бухгалтерской программы Грубо говоря Это первое Второе Смысл этих поставщиков, наверное, не в том, что они смогут рассчитать Смысл в том, что сейчас они имеют Ну, скажем, 12-15, если мы говорим о многоквартирных домах Ну, 15-20 тысяч клиентов И их абсолютно не заботит Ни долги Об этом мы ни разу уже говорили Потому что клиент всегда им должен А клиент коллективное лицо И пускай там этот коллектив сам в себе разбирается, как он хочет А мы ни при чем Мы сейчас, как Рига Силтумс, будем накладывать на каждый месяц задержки Штрафные санкции И нам наплевать И будем говорить в публичном пространстве Что эти штрафные санкции не распространяются на плательщиков Они только на должников Все это чушь собачья Это распространяется на всех И если вдруг должник становится банкротом То Рига Силтумс, Пеной Ортаз, доказывает всем Что все равно он не должен ничего воспринимать И несмотря на то, что прописано в законе Они будут кричать о том, что вы нам должны Хотя человек уже банкрот по закону И с него, с конкретного человека уже никто не может Но коллектив собственников должен И последний ответ, который я получал А потому что мы не предусмотрели тарифы Возможность компенсации таких В законе предусмотрено, у них не предусмотрено Они не хотят этим заниматься Это просто-напросто костное смышление Я считаю тоже, что совершенно справедливо Радиослушатель задал вопрос Да, лучше, чтобы это шло напрямую И вот, кстати, тут еще один вопрос Сразу, а где спят государственные министерства И их агентуры по наведению порядка? Почему? Ну, то есть, вот их, может быть Их здесь может быть какая-то роль А никому это, никого это не волнует Я могу привести простой пример Мы взяли, запросили все государственные станции Министерство экономики Совет по конкуренции Регулятор В общем, всех-всех-всех подряд Кого только возможно По вопросу того, что Вигас Силтумс отказывается Выполнять норму закона О том, что если человек банкротировал Или умер Что в этом случае Все поставщики услуг Списывают долги солидарно То есть, оставшийся долг И в том случае Есть, но его уже документально доказано Что его невозможно взыскать Ну и что? Что ответил Вигас Силтумс? А вы все некомпетентны Последний ответ так И всем государственным инстанциям Они написали, а вы некомпетентны Вы там, ребята, сидите И не мешайте нам Распоряжаться так, как мы хотим Это первое Второе, то, что на самом деле Эта проблема существует Она существует И проблема долгов И проблема вот этих невозвратных долгов Она существует Я, допустим, могу сказать сразу Что любое Домоуправление Наверное, любые руководители Согласятся со мной Пускай все эти транзитные платежи Идут мимо нас То есть вам это, в принципе Лишняя головная была бы Для нас Это на сегодняшний день Вопрос вот какой Во-первых, мы из-за этих платежей Объявляется же как В публичном пространстве звучит Домоуправление X Должно Вигас Силтумс Первое, что это дает Это приносит нам моральный вред Потому что Зачастую это Домоуправление Ни в чем не виновата Жители не заплатили и так далее Цепочка идет, да А мнение такое, что Домоуправление Могло увезти денежку куда-нибудь налево Это первое Второе Для того, чтобы поддерживать тепло И водоснабжение в домах Нам приходится содержать И тратить И брать с населения И тратиться на юридическую службу И довольно это значительные вещи Потому что взыскание долгов Работа с должниками Это все-таки работа И она требует Определенных затрат То есть это повышает стоимость наших услуг Когда мы оказываем по факту Услугу не себе И не жителям А оказываем услугу монополистам Которым Для которых мы взыскиваем долги Никто это не учитывает То есть население Само себя сечет Скажем так Потому что Юридические услуги Оплачивает весь дом Почему не поставщик Ему должны Пускай он и Занимается этим вопросом Следующее Вот этот риск Потерять деньги Потому что Вот если такая ситуация Вот я не знаю Каким образом Сейчас закончится С РНП Что произойдет Пока еще История Подмешена Ну насколько я в курсе дела Там Высшее руководство Города говорит Что ничего не сделано Насколько я слышал Все-таки Предпринятые меры были Насколько они могут Быть успешными И насколько вообще Вот этот дикий случай Он стал Для меня немножко Непонятна Реакция руководства города И вообще реакция В государстве Ну да Этот случай произошел Он обозначил Масштабность проблемы Какие выводы Какие выводы Потому что Ну что Ну хорошо Убрали это правление Хорошо Допустим Были основания Убрали это правление Но следующее правление Если не изменить Саму ситуацию Оно может столкнуться Ну хорошо А где гарантия Что следующий банк Не накроется И что Мы все такие Финансовые гуру Которые понимаем Из отчетов Там этих Финансовых надзорных Организаций То есть сейчас Любая бабушка Пенсионер Или любой Председатель кооператива Должен следить И анализировать Финансовую отчетность Этих банков Чтобы понять Где чего-то не так И где какие Резиденты Не резиденты Сидят Ну глупость какая В свое время Я обращался В госкассу Есть же очень Хороший инструмент Есть государственная Касса Это фактически Госбанк В который Можно было бы Вот такие Людские деньги Внести Они хотя бы Были бы гарантированы Государством Да То есть Последнее Что может произойти Наверное Лопнуть госкассу Не знаю Насколько это нужно Чтобы свободные деньги Были в госкассе Но это был бы Надежный способ Или был бы Какой-то такой Банк специального назначения Который Не занимался бы Бизнесом Он просто Хранил бы деньги Потому что Опять-таки Мы все время Говорим о том Что это не только Деньги За конкретные услуги Но и накопления Потому что Непонятно Тогда получается Каждый Должен делать Накопления Самостоятельно То есть Если мы Говорим Если исключаем Звено Как домоуправления Понимаете Если мы Исключаем Звено от Домоуправления Тогда надо Говорить об одном Что тогда нужно Все делать в кредит Не бери Не накапливай денег Решил что-то делать Иди в банк Бери кредит И реализуй свои Ну тогда Ты не рискуешь Потому что Если банк Вот тут тоже интересно Если банк лопается То твои накопления Они пропадают А вот Обязательства Перед банком Они никуда не исчезают Они Будут пожизненно За тобой Но в данном случае Я думаю Что это было бы логично Значит надо Либо менять Саму систему Расчетно-кассовых операций Либо каким-то другим образом Уходить от этой проблемы Но нельзя ставить Под риск деньги Я вот тоже У меня конечно Не такие Обороты Не такие деньги Но все равно Определенная сумма Есть На счету И вот сейчас что Где набрать Такое количество банков В прессе прозвучало Что Для того чтобы РНП вообще Безопасно хранило Свои вот расчетные деньги Им нужно чуть ли не 70 Или 700 банков Потому что там Ну месячный оборот Очень солидный Потому что Ну на самом деле Действительно Это очень Ну допустим Для расчетов С поставщиками зимой Мне нужно одномоментно Где-то порядка 250 Вот на 27 домов 250-300 тысяч евро Это в один месяц Эти деньги проходят Через мой счет Есть определенные дни Которые накапливаются Эти суммы Чтобы рассчитаться С поставщиком Ну хорошо Если за день До расчета С поставщиками А расчет поставщиков Там 25-28 число А если 24-го Банк накрылся Все А что делать В этом случае А что дальше Следующий вопрос Хорошо А что делать В этом случае РНП мощная организация У них большой Денежный оборот Они Эти 6 миллионов Каким-то образом Могут Ну Пока все Разбирательства Идут перекрыть За счет оборотных средств А в нашем кооперативе Ну нечем будет перекрывать И что Мы должны Сразу такую сумму Поставщикам И все А иначе Получается Что люди остаются Без Ну а люди останутся Люди внесут на счет Деньги Эти застрянут В банки Скорее всего Неблагополучных И Угадай Под каким Наперстком Шарик Ну кто В свое время Мог предугадать Что Павлексбанк Лопнет Хорошо Его там Вывели Из-под удара Там Реструктуризировали Да Но в принципе Кто мог Предугадать Да Ситуацию Такую Кто Тот же С тем же Самым ПНБ ПНБ Вел Очень агрессивную Политику Среди Пенсионеров Он специально Там Почти нулевые Платежи Комиссии За платежи И Эти бедолаги Просто туда Шли Непрерывным Потоком Потому что Самый дешевый Вариант Принятия Денег Платежей За коммунальные Услуги Ну Сложная ситуация Поэтому на самом деле На сегодняшний день Я бы больше Билд веугу о том Что нужно Каким-то образом Производить Другой учет Каким-то Каким-то образом С точки зрения Закона Защищать эти деньги А не то Чтобы там Сейчас опять Но можно ли Вот именно Эту категорию Платежей Вот накоплений Скажем Которые Принадлежат Жителям Через домоуправления Каким-то образом Особым Обезопасить То есть Выделить Какую-то особую Группу Ну для этого Должен поработать Законодатель Потому что Это сложно И это думаю Это усложнение жизни И для нас И для банка Но тем не менее Это необходимо сделать Но у нас Вы же знаете Что банковское Лобби Работает так Что Любая Инициатива Которая может Осложнить жизнь С банком Она моментально Будет Пресечена Скорее всего Надо думать Наверное О каком-то Ну необходимо Думать сейчас О каком-то Механизме Защите этих денег Мы Продолжим Буквально Через пару минут Нашу беседу Я напомню Что эта программа Добро пожаловаться И в нашей студии Председатель правления Товарищества Центра консультации Собственников квартиры Председатель Кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Мы говорим Сегодня О том Как обезопасить Деньги Домоуправления В случае Если что-то Происходит С банком Где эти деньги Лежат Продолжается Программа Добро пожаловаться Председатель Кооператива БАК-2 И председатель Правления Товарищества Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко В нашей студии Мы продолжаем Разговор О такой вот Чекотливой ситуации Когда деньги Которые Находятся На счетах Домоуправления В любом Практически банке Оказывается Они Не застрахованы От Случа Когда банк Лопается Перестает Существовать И вот Что в этом Случае Делать Делать Жильцам Поскольку Это создает Угрозу Получения Услуг Вот именно Конкретным Домам Ну и вот Нас тут спрашивают Как обстоят дела В Литве И Эстонии С подобными Вопросами Какой опыт Я напоминаю Что вы можете Кстати звонить 67212 939 67213 939 Ну и задавать Любые вопросы Даже за рамками Сегодняшней темы Ну я немножко Только Внесу Уточнее Если На счетах Домоуправления Находятся деньги То расклад Примерно такой 20% Это деньги Самого Домоуправления И 80% Это деньги Которые Перечисляются Поставщикам То есть С каждого Евро Ну Если Банк Лопается То Было Будет Соответствовать Закону Если Домоуправление Потеряет Эти свои 20% Но 80% Нужно Отдать Людям Назад И поэтому Здесь Особый Учет Нужен Либо Специальные Счета Расчетные Которые Будут Априори Считаться Что это Будут Счета Населения А не Счета Домоуправления Управления И так далее Но тогда Должны Быть Введены Счета С особым Статусом Скажем Так Потому Что Оттого Что Я Открою Два Счета Три Счета И Два Или Мне Мы Будем Вынуждены Тогда Ну Не знаю Подумать На каждого Клиента Открыть Счет В банке С Масшествия Конечно Вот Следующее Прямые Расчеты Да Это Прямые Расчеты Во многом Облегчили В Литве Прямые В Литве Прямые Просчеты Там Домоуправление Занимается Только Обслужением Домов И на этом Он и заканчивает Свою ситуацию Вопрос Расчета С поставщиками Это Взаимоотношения Между Собственником И поставщиком Кстати В Латвии Тоже Есть Такие Примеры В той же Елгаве Весь Неприватизированный Фонд Рассчитывается Напрямую А не через Домоуправление Ничего Живут люди Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Виктор Меня зовут По поводу Всех этих сложностей Мне кажется Было бы Очень просто Хорошо помню Пример Польши В 90-е годы Там отсоединились Свобода В каждой квартире Стоит Своя собственная Система отопления Существует на ГВ Нет никаких сил Тут Нет этих монстров Монополистов Каждый человек Устовскую квартиру Отапливает Он сам себе делает Благодаря газу Либо электричеству Горячую воду И никаких проблем нет Если он не платит Значит именно Его квартира Не получает Газ Значит он не топится Во всей Европе Точно так же Такого бреда Как у нас в Латвии Что есть какой-то силтуз Который под себя Забрал весь город И совершенно бандитская политика Если там 3 квартиры Не заплатили Отключают весь дом Ну это Ну Ненормально И юридическое регулирование Проще Я хочу сейчас Все топит У меня вопрос То первое То первое регулирование У вас задекларировать Я не знаю за что вы боретесь Вы боретесь против ремонта За ремонт Или с чем еще Потому что если Мы хотим ремонт От смет То вы никогда Ничего не соберете Потому что вы Получите смету На 1000 евро Будете собирать ее В течение года После этого Работа уже будет стоить Полторы тысячи евро И вы будете опять По технологии работы Поэтому на самом деле Здесь вопрос такой Создается накопительный фонд Под определенные цели Это одно решение Второе решение Дается задание Управляющей компанией На данный ремонт Подготовить Техническую спецификацию Объемы работы Вот тогда будет грамотно А после этого Когда у вас Эти документы есть Тогда вы можете Уже говорить о ценах Но у нас Один дом Который Делали накопление В течение трех лет И после трех Только им делали крышу Ну естественно Крыша Это не дешевое удовольствие Но они что Им что Смета за три года Была предоставлена Вряд ли Ну нам они дали Вообще старую смету И сказали Вот так она будет Только стоить Понимаете Я очень критически Отношусь К слову смета Смета Это то Что строитель Считает Что он сделает И сделает вам хорошо Но это он так считает На самом деле Должно быть разработано Независимым специалистом Техническая спецификация И должно быть разработано Объемы Проработаны Объемы работ Вот тогда Вот на основании Этих документов Уже строитель Предлагает вам Конкретно Что будет у вас Конкретная работа У нас даже этого Ничего нет Понимаете У нас даже этого Нет Проработки Ничего Абсолютно Хорошо Спасибо Спасибо Извините Спасибо Я кстати На сметах Остановлюсь Очень часто приходят люди Говорят Вот Смета Мы с ней не согласны Открываешь смету Там написано ПВЦ Логи То есть окна Спецификацию С помощью такого Цифры подставляет Под твои требования Ни о чем Потому что на самом деле Вам поставят Какие-то окна Которые Каждый строитель Считает Самыми лучшими Ну естественно Это теология Окна Которые он получает Наверное По самым низким ценам И так далее Ну там Разные причины Могут быть Это ни о чем Разговор Поэтому надо Начинать всегда Я советую Радиослушателей Всегда Если вы начинаете Спор о ценах То сначала Определитесь с продуктом Вы Мерседес покупаете Запорожец Или там Бюджетный автомобиль Ну то есть Иначе получается Хочу купить автомобиль Вот и все Да И все тебе приносит Четыре колеса Здравствуйте Алло Добрый день Добрый Скажите пожалуйста Удобно ли спрашивать Радиослушателей Вот Которые вам звонят Они являются Уполномоченными От дома Или они являются Просто Собственниками Квартиры Почему Потому что Вот эта предыдущая Которая звонила Если бы она была Уполномоченной Все эти вопросы На курсах Нам Разъясняли На участках Разъясняют В домоправлении Начака Тоже Если что-то Надо Разъясняет Не надо Как говорится Отнимать У вас Время Но такие Элементарные Вопросы Задают Ну Просто Вот Так Пульс Увеличивается В 2-3 раза Ну пусть люди Учатся Там Где им Положено Учиться Вот эти Вопросы Которые Задавала Я решала Я решала Через То что вы Сказали Через собрание Домоправление Всегда идет На встречу Мы начинаем С мая месяца Собирать Накопительный фонд Откопительный сезон Через собрание Естественно Мы не собираем Это накладно В общем Все вопросы Через Домоправление Решаются Спасибо Спасибо Но кстати Все таки Я не согласен Что мы зря Тратим время И что Вот уполномоченные Там Они должны знать А обычные люди Эти вопросы Ну Могут и не знать Потому что Как раз и возникают Наверное Конфликтные ситуации Когда Ну Простые жильцы Начинают требовать Говорить Что мы тут Собираем деньги А где смета На что мы Ну то есть Вот для них Вот например Это не ясно Это может Ну как раз Вести К конфликту С домоуправлением Ну давайте Мы начнем С того Что все Собственники Равны В своих правах И всем Собственникам Независимо От того Уполномоченные Неуполномоченные Имеют право Задавать вопросы И имеют право Влиять на решение Требовать Судового собрания И так далее То есть Это все Собственники Уполномоченные Это тоже Вопрос Немножко Юридический Потому что Если честно Говорить То в законе Написано Что есть Контактная Может быть Контактная Персона Которая Отвечает За Обмен Информацией Между Домоуправлением И Собственниками Квартир Причем Как и что Это Дальше Пустота Поэтому Эти люди Энтузиасты Бесконечные Но надо понимать И что В том числе И в медийной Среде Люди Должны слышать О том Как это Должны быть Вы абсолютно Правильно Говорите Большинство Людей Начинается Сметы Хотя На самом деле Сметы Это финальный Этап Подготовки Работ Все остальное Должно быть До Сделано У нас тут Несколько вопросов Во первых Еще остался вопрос Вот с прошлой темы Где мы говорили Вот В счетах Домоуправлении Которые зависают Если с банком Что-то случилось Как суды Решают Проблему Возвращения Денег Со своих Счетов Со счетов Не знаю Как Если имеется Ввиду Как суды Решают Вообще Проблемы Должников То есть Если Своевременный Должник Не банкротирующий Лицо И не умирает В процессе Взыскания Долго То есть Здесь вопросов Особых нет Там юридическая Процедура Да Она требует Затрат Но Этот вопрос Вишается Каким образом Будут взыскиваться Деньги Вот такие Со счетов Ну Нет я имею ввиду Вот наверное Если Ну вот Случилось Вот как с банком ПНБ Там 6 миллионов Вот каким образом Эти деньги Будут возвращаться Домоуправлением Вообще Я бы дождался Решения Окончательного Будут ли Вообще СПНБ Деньги Возвращены Домоуправлением Из этих 6 миллионов Хотя бы что-то И на каком основании С этого Это самая быстрая реакция Может быть Будет возвращено Может нет Поскольку Я говорю Информация Противовечивая С одной стороны Что ничего не делал С другой стороны Что сделано Максимально возможно Значит дождемся Это буквально К концу года Будет известно Но в принципе Это требует Особого процесса Ну и вот тут Сразу В продолжение темы Можно ли тогда сказать Что мы вошли В эпоху Тотального мошенничества Или Еще во времена СССР В ЖКХ Были подобные Проблемы Ну Я не знаю Причем здесь ЖКХ И проблема банков Связать очень трудно С одной стороны С другой стороны Ну что значит Тотальное жульничество Ну Трудно Это общий философский вопрос На который мне трудно Ответить На самом деле Я понимаю так На сегодняшний день Есть проблемы в учете Они сохранились И о них мы можем поговорить Потому что Все-таки Бухгалтерский учет В домоуправлении Должен отличаться От бухгалтерского учета Бизнес-структуры Там есть своя специфика Ну когда вот Я боролся Могу сказать честно С присяжными Ревизорами Которые говорили так Если ты не использовал Накопительный фонд В этом году То это должно Пойти в твою прибыль Они мне намеренно В течение длительного времени Записывали Эти деньги в прибыль И им не доказать Это остаток Вот у тебя есть расход У тебя есть доход Все до свидания Все остальное То что это не твой доход Это была целая эпопея Пока удалось перебороть Сейчас тоже есть Такого же рода Проблема бухгалтерская Допустим Мы выставляем деньги На текущее обслуживание В силу разных причин Иногда получается Что денег нужно меньше Чем Или было израсходовано Меньше Чем Надо Чем было получено Я не могу перевести Эти деньги Назад в дом Бухгалтерский учет Бухгалтерская политика Не позволяет Все это твоя прибыль Типа Ты жадный капиталист Нахапал себе денег Там есть своя специфика Которую никто не учитывает Потому что на самом деле На такую трансформацию ЖКХ-сфера Произошла Трансформация Что там требуется Уже специальный раздел Насколько я все-таки Понимаю смысл вопроса Про эпоху Тотального мошенничества Здесь речь идет Именно о том Что Почему Государство Не обеспечивает защиту То есть Одно дело Ладно Хорошо Если человек Принес деньги в банк Ну вот сам Он сам виноват Он поддался На какую-то рекламу Не подумал Эти деньги сгорели Пропали Или отдал Там какой-нибудь С мошеннической конторе Там пирамиде Ну то есть Это его личная ответственность Здесь он действует Через домоуправление Домоуправление Держит Свои счета В определенном банке Здесь должна же быть Все-таки Какая-то Ну защита государства Потому что Иначе получается Что люди Пострадали Вообще ни за что То есть Даже не Имея возможности Влиять На какие-то процессы То есть Не они принимали решение Выбора банка Ну скажем так Частично они принимали Потому что Они выбрали этот банк Одного из своих платежных партнеров Ну есть здесь логика Но я могу сказать так На самом деле ведь Обидно Досадно Что так произошло Но с другой стороны Сейчас очень важно Понять Какие выводы Будут сделаны Потому что проблема Обозначилась Вот именно сейчас Раньше вроде бы Как ну Либо Сбербанк Не был Который там Вот Ушел в никуда Он не был Тем банком Через который Пришли эти операции Ну то есть Первый раз попалась Вот такая ситуация Которая четко обозначилась Сейчас я думаю Что должно быть Государство Я считаю Что государство Должно защитить Эти деньги Значит должно быть Какое-то регулирование Какое Ну вот здесь вопрос Нет у меня сразу ответа Да это нужно быть Специалистом Немножко в другой области Единственное Что может быть Действительно Специальные счета Вот для таких платежей Специальные счета Это не проблема Разделить эти счета Ну что же На самом деле У нас и время Нашей сегодняшней программы Подошло к концу Председатель правления Товарищества Центр консультаций Собственников квартиры Председатель кооператива Бака-2 Сергей Сидорко Был в нашей студии Пожалуйста Если у вас есть вопросы Пишите их Может быть заранее Задавайте На номер 2-3-0-6-1-9-1 Или когда Вот мы Появляются анонсы На нашей страничке На Микс Ньюсе Вы можете в комментариях Оставить ваши вопросы Заранее Чтобы мы вот могли Может быть подготовиться И ответить на них Спасибо большое До следующей встречи Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok